Всем большущий привет! Меня зовут Тоня и вы на моем канале Верьемина. Сегодня я подготовила для вас чудесную тренировку, которая поможет преобразить ваши бедра спереди, сзади, внутри и даже сбоку. Давайте объявим войну целлюлиту и ушкам на бедрах. Обязательно пишите в комментариях, я в строю, так мы с вами будем заниматься вместе и двигаться к своей общей цели. Перед началом обязательно ставьте лайк под это полезное видео и не забывайте, что у меня есть мой инстаграм Верджим. Переходите и подписывайтесь, там регулярно проходят конкурсы, а также там много полезной информации и новых тренировок. Невозможно сделать фигуру мечты без правильного питания на дефицит калорий. Правильное питание это очень вкусно и просто. Я это доказала, сделав свою книгу ПП рецептов. Я придумала и собрала в одном месте вкуснейшие завтраки, обеды, ужины и даже сладкие вкуснейшие десерты. Переходите по ссылке в описании под видео и приобретайте книгу ПП рецептов. Итак, для тренировки нам потребуется вот такая вот фитнес-резинка тканевая. Если у вас нет, пока занимайтесь без нее, но в будущем обязательно приобретите, чтобы сделать свои тренировки эффективными. Мы с вами должны постоянно повышать нагрузку, чтобы был какой-то эффект. Я включаю таймер. Итак, первое упражнение это выпады в бок. Встаем, ноги прямо гораздо шире плеч, носки врозь. Затем мы с вами опускаемся в боковой выпад в одну сторону с ровной спиной. Стараемся, чтобы колено не выходило за носок. Если немножко выходит это нормально, главное вот так вот вперед не садитесь. Наоборот, назад. Так мы с вами разогреваем наши ноги, бедра, готовим их к нагрузкам. Также обязательно следите, чтобы ваши колени не заваливались внутрь, наоборот, в стороны их разводите. Так мы с вами еще будем прорабатывать ягодицы и не будем гробить наши колени. Итак, отлично. Далее встаем, будем выполнять приседания и махи. Ставим ноги поближе. Носки также чуть-чуть врозь. Опускаемся в приседания, спина ровная, колени смотрят туда же, куда и носки. Поднимаемся вверх, выполняем мах вбок и мах назад. Снова приседаем и в ту же сторону махи. Обратите внимание, что когда мы делаем мах, у нас поднимается и двигается только бедро. Спина у нас остается полностью ровной. Самое сложное делать махи назад. Хочется сделать вот так, но нет. Мы делаем лишь небольшой мах, напрягая ягодицу и заднюю поверхность бедра. Только бедро. Пожалуйста, внимательно с этим, потому что все крутят поясницей. Спина вообще не двигается. Итак, то же самое. Приседания, махи в другую сторону. Здесь не конкурс, кто выше махнет ногой. Нет, мы с вами прорабатываем бедра. Делаем их красивыми и упругими. Если сложно ловить баланс, то можно поставить перед собой стул или делать это перед стеной. И немного держаться. Супер, молодцы. Далее мы с вами опускаемся вниз на пол, ложимся на бок. Нижнюю ногу сгибаем, верхнюю вытягиваем против часовой стрелки по кругу. Поднимаем ногу. Нога у нас абсолютно прямая и спина нам не помогает. Мы крутим только бедром. Если слишком сложно, то убирайте резинку, потому что если сложно, то у вас начинает спина ходить ходуном. Это нам совершенно не нужно. Молодцы! Переворачиваемся на другой бок, делаем то же самое в другую сторону. Сгибаем нижнюю ногу, верхнюю против часовой стрелки. Если у вас нет, например, фитнес-резинки, можете положить себе гантель. Она также будет выступать в роли отягощения. Только бедром двигаем, только бедром. Да, тяжело, а кто говорил, что будет легко? Делать тело мечты это довольно сложное, трудное занятие. Но в итоге оно окупается в 10 раз. У вас повышается самооценка, настроение, вы чувствуете себя более уверенными. Любые горы и моря по колено. Поэтому дело того стоит. Далее у нас с вами также махи на боку, но в другом положении. Итак, принимаем положение кисть под плечом. Выполняем махи вверх. Только за счет бедра. Можно поднимать согнутое, так будет даже удобней. Особенно, если у вас тканевая резинка. Если у вас обычная, то поднимайте прямую ногу. Тканевые резинки более жесткие, с ними другой разговор. Только бедро. Спина не двигается. Еще-еще жмем изо всех сил. Очень тяжело, но мы сможем. Молодцы! Переворачиваемся в другую сторону. Будем выполнять то же упражнение, чтобы у нас было две красивых ноги, а не только одна. То же самое упражнение, только бедро. Изо всех сил. Если совсем тяжело становится, больше не можете, снимайте резинку. Выполняйте без нее. Жжется. Это отлично. Немножко потерпеть осталось. Чуть-чуть. Мы сможем. Отлично! Молодцы! Следующее упражнение. Ракушка. Итак, ложимся на бок, на правой. Ноги складываем друг на друга. Итак, затем на выдохе мы с вами поднимаемся вверх и раскрываем бедра. Сопротивляемся резинке. Раскрываем изо всех сил. За счет бедра, а не за счет поясницы. Спина у нас ровная. Только бедро идет в сторону. Садимся не до конца, не плюхаемся. Напрягаем пресс. Еще дополнительно его прорабатываем. Изо всех сил давайте жмем. Это упражнение у нас прорабатывает внешнюю поверхность бедра, как вы могли заметить. Итак, переворачиваемся в другую сторону. И также выполняем ракушку. Осталось немного, не переживайте. Итак, выполняем ракушку. Раскрываем бедра за счет именно сил мышц ног, а не спины. Давайте изо всех сил. Кто здесь хочет красивые стройные бедра? Кто здесь любит есть булки? Кто любит сахар и конфеты? После такого не хочется заесть тортиком. После такого хочется питаться правильно, чтобы сохранить результат. Не забывайте про книгу ПП рецептов. Итак, следующее упражнение приседания и прыжок. Убираем резинку. Выполняем приседания, затем выпрыгиваем. Ставим ноги шире, носки в росте, опускаемся в плие. Выпрыгиваем. Приседания обычные. Прыжок. Плие. Повторить. Плие у нас больше с акцентом на внутреннюю поверхность бедра. Обычные приседания это ягодицы и передняя поверхность бедра. Отлично. Надеюсь, что вы держите спину ровно, потому что без этого ничего не получится. Далее. Плие с подъемами на носки. Итак, ноги пошире. Носок. Плие. Чувствуем, как натягивается внутренняя поверхность бедра. В другую сторону. Опускаемся обязательно с ровной спиной. Если вы будете подкручивать таз, скручиваться, у вас ничего не получится. Вы просто сделаете хуже для своего здоровья. Поэтому, если не можете низко присесть, приседайте, как можете. Не нужно здесь демонстрировать чудеса неправильной гибкости. Выполняйте упражнение правильно. И тогда будет эффект. Супер. Ну, молодцы. Ну, вообще супер. Далее у нас перекаты в боковом выпаде и подъемы на носки. Итак, опускаемся в боковой выпад. Ногу на носок. Перекатываемся в другую сторону. Ногу на носок. Перекатываемся через низ. Чувствуем ягодицы. Именно так у нас лучше работает внутренняя поверхность бедра, задняя. И, естественно, ягодицы. Отлично. Молодцы. Это было супер. Далее мы с вами будем делать махи на четвереньках. Вы можете взять фитнес-резинку. А я вчера тренировала ноги, поэтому я ее брать не буду. Итак, правую ногу назад. Спина прямая, не перегибаемся. И в этом положении заводим ногу по диагонали. Влево максимально. Прямую ногу. Чувствуем, как напрягается внутренняя поверхность бедра. Вверх. Вбок. Не обязательно касаться пола, если вы не можете. Самое главное – это ваша поясница. Вот прям посмотрите на нее. Почувствуйте ее. Она должна быть полностью зафиксирована. А то начинается вот так, вот так. Не надо так делать. Супер. Переворачиваемся. Также делаем в другую сторону. Итак, ногу вверх, спина прямая, по диагонали. Обратно. Работает внутренняя и задняя поверхность бедра. Выдох, когда ногу вверх на усилие. Выдох. Отлично завершили. Мы справились. Следующее упражнение – это планка и махи. Махи нижней ногой. Но мы сможем. Обязательно. Итак, принимаем положение в планке на предплечье. Встаем в планк, выполняем махи нижней ногой. Это упражнение важно делать в кроссовках. Носок разворачиваем от себя. Это упражнение на внутреннюю поверхность бедра. Делаем, делаем. Опорная нога у нас тоже работает, тоже напрягается внутренняя поверхность бедра. Очень крутое упражнение. Чтобы ноги не тряслись, как желешка. Чтобы были ровными и гладкими. Переворачиваемся в другую сторону. Планка. Встаем, держим планку. И выполняем махи. Можно держаться для баланса. Обязательно носок разворачиваем от себя. Как бы пяткой вверх поднимаемся. Ну, еще немножко прям осталось. Давайте, давайте, держитесь. Еще, еще. Ну-ка, не падать. Нет. Ни в коем случае. Все, можно упасть. Отлично. Далее мы с вами надеваем резинку чуть ниже колен. Соединяем ноги вместе. Садимся на седалищные кости, на седалищные бугры. Не на копчик, наоборот. И разводим ноги в стороны. Как можно ниже. Преодолевая сопротивление резинки. Плавно обратно. Плавно выдох, вдох, выдох, вдох. Молодцы. Это упражнение прорабатывает внешнюю поверхность бедра и зону целлюлита. Заднюю поверхность бедра. Крутецкое упражнение. Сейчас мы его сделаем до Женя. Остаемся в этом же положении. Сидим. Финальное упражнение. Самое жесткое сейчас будет. А теперь начинаем быстро-быстро-быстро разводить ноги. Пружиним в нижней точке. Теперь полностью. Быстро. Только не резко. Без резких движений, чтобы ничего себе не повредить. Дышим. Быстрее. Крылья бабочки. Дышим. Молодцы. Похлопаем себе. Уху. У вас будут самые красивые ножки. Ну что, красавицы и красавцы, ножкой уже дрожат. Это был всего лишь один круг. Для лучшего эффекта можно делать два или даже три таких круга. Заходите в описание под видео, там тоже есть плейлисты на все интересующие вас проблемные области. Не забывайте про книгу вкуснейших пп-рецептов. И мы с вами встречаемся в следующих видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!